приветствую друзья я виталий портников 85 годовщину со дня рождения лидера ирана аяталы хамени израиль нанес удар по военным объектам этой страны в самом иране и на территории сирии тем не менее удар который можно счесть ответом израиля на атаку ирана по этой стране несколько дней назад можно назвать ограничен удар пришелся главным образом на военные объекты в районе из фахана ранее еврейское государство уже наносило удар по объектам в этом районе и израиль пока что не признал свою ответственность за нанесение удара с помощью беспилотников более того в самом иране также не признают факта израильского удара иранские официальные лица утверждают что удар мог быть нанесена с помощью неких агентов которые находятся на территории самого ирана то есть для тегерана важно отметить что израиль не имеет доступа воздушное пространство террористического государства хотя на самом деле нанесение удара свидетельствует об обратном таким образом мы можем констатировать израиль продемонстрировал иран что может без особых проблем прорвать его систему противовоздушной обороны и нанести удар чувствительном месте хотя этот удар не был нанесен по ядерным объектам они находятся именно в районе из фахана и таким образом более серьезная атака может создать серьезные проблемы для ядерной программы ирана который все еще стремится к тому чтобы стать еще одним государством обладающим атомным оружием вполне возможно что сейчас ирану в этом содействие оказывает другое террористическое государство российская федерация во главе с владимиром путиным уже после поставок иранских беспилотников в россию высказывались предположения что кремль может рассчитываться с иранскими аэтолами технологиями которые ускорят превращение ирана в ядерное государство хотя с другой стороны это может быть не в интересах самой россии активно конкурирующийся с ираном на ближнем востоке тем не менее можно сказать что теперь мы можем наблюдать как осуществляется взаимодействие между израилем и соединенными штатами с точки зрения союзнических обязательств двух стран как известно соединенные штаты помогли израилю отразить атаку ирана еще в воздушном пространстве других государств через которые летели иранские беспилотники и ракеты предназначены для поражения целей в самом израиле тем не менее исламской республике не удалось перегрузить систему противовоздушной обороны израиля именно потому что и сам израиль и соединенные штаты и велико британия и франция и иордания уничтожали иранские цели еще до того момента как они оказывались в воздушном пространстве еврейского государства и таким образом атака ирана потерпела полная фиаско и продемонстрировала беспомощность ракетных атак по израилю даже если это массированные атаки ведь мы должны понимать что атака беспилотника была самой большой за всю историю военных действий на земле но после этой атаки несмотря на то что премьер-министр израиля бениамин нетаньяху обещал серьезный удар возмездия по ирану президент соединенных штатов джозеф байдена связался с израильским премьер-министром и попросил его не наносить удара чтобы не создавать дополнительной эскалации в регионе на ближнем востоке ситуация и так непростая потому что мало кто понимает каким образом реально завершить конфликт между израилем и террористической организации хамас которая использует для своего самосохранения мирное население палестинской автономии в качестве живого счета к тому же эта террористическая организация очевидно пользуется симпатиями антисемитски настроенных граждан в странах европы и даже в самих соединенных штатах где за последние месяцы разгулялась антисемитская кампания сравнимая разве что с 30 40-ми годами прошлого века когда подобное настроение подогревались успехами гитлеровского рейха ну и таким образом разумеется соединенным штатам не хотелось бы чтобы война ирана и израиля новые удары ирана могли бы привести к еще одному новому фронту на ближнем востоке тем более в ситуации когда администрация добивается от конгресса выделения помощи израилю и украине а также тихоокеанским союзником соединенных штатов и как раз сейчас в эти самые минуты конгрессмены продолжают обсуждать пакет законов который должен быть одобрен уже на этой неделе как видим заседание военного кабинета израиля на которых одни министры выступали за жесткий и серьезный удар по ирану а другие утверждали что необходимо прислушаться к советам президента соединенных штатов и быть осторожными в нанесении удара возмездия по террористическому государству завершились определенным компромиссом куда очевидно нанесен военные объекты висфахане очевидно пострадали противовоздушная оборона ирана в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность но вместе с тем говорить о серьезном ущербе для исламской республики не приходится можно лишь в очередной раз констатировать что военная машина израиля сильнее чем военная машина ирана такой вот подарочек для аяталы хамини и его соратников на 85-летие человека руководящего террористическими и диверсионными действиями исламской республики на протяжении последних десятилетий мы видим что и в самом иране после неудачи своей массированной атаки в новой эскалации явно не заинтересованы чиновники в исламской республике опровергают сам факт удара а иранские медиа настаивают на том что в небе над исламской республикой ничего не произошло но и в это же время в израиле говорят об ударе а крайне правые члены правительства бениамина нетаньяху напоминают что таким образом израиль показал что он сильное и способное за себя постоять государство можно сказать что это и есть тот военно-политический компромисс который сегодня может устраивать всех и иерусалим и вашингтон и как это неудивительно тегеран который еще оправляется от последствий своей неудачной атаки по израилю и готовится праздновать юбилейки лидера исламской республики спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на подписаны мои социальные сети на канал патреоне байме кофе который помогает развести ресурсы пользуйтесь функция спонсорство в самом ютюбе мира вам